Всем привет, друзья! С вами Закупач. Вчера у нас были все сюрпризы из магазина Фамилия, сегодня у нас все сюрпризы из магазина Магнит. Вот. Пишите в комментариях, с какого магазина мне еще купить все сюрпризы вообще и показать, распаковать. И мы сегодня выясним, какой сюрприз лучше всех. Первое, конечно же, вот, мне самый топ сюрпризов, которые сейчас можно купить в магазине Магнит, это драконы. Мне писали про них подписчики, говорят, очень за эти деньги годные. И вот эти штампики. Вот эти штампики стоят, конечно, дорого, 350 рублей в моем Магните. Но это серия 2. Первая серия были зеленые пакетики, их в России вообще я не видел. А вот эти синие, они в России вообще нигде не продаются, кроме чего в Магните. Только в Магните я их нашел. Если вы хотите, я могу попробовать собрать всю коллекцию и выкупить вообще коробку в Магните. Но это будет дорого, поэтому надо будет собрать много лайков. Давайте открывать сразу же, смотрим, что нам выпадает там. Очень интересно. Написаны вообще штампики, но я вижу, что это уже не штампики. А что это такое? Просто это пакет от компании Hasbro. Внутри даже нет коллекционной бумажки, ничего нет. Там только на пакете нарисованы какие возможны. И нам выпадает вот такое привидение маршмеллоу. А, там все будут маршмеллоу, скорее всего. Видите, это маршмеллоу, который, походу, что-то съел. У него какая-то красная помада, тушь. И сзади он за собой... А, он сзади держит тушь. Видите, это он себе брови тушью нарисовал. И помаду себе. Это как ребенок, знаете, когда... Наверное, у многих в детстве такое было. Вы мамину косметичку доставали и намулевали себе лицо. Вот это именно оно. Слушай, приколдесина, я понял. Это вот эти маршмеллоу, которые в этом... Они ожили маленькие такие маршмеллоуны. В первом фильме «Охотники за привидением» из моей молодости, из 90-х, там был огромный маршмеллоу, который всех хотел разбить. А здесь были маленькие маршмеллоу, видите, микро. И они были шалуны. Слушай, приколдесина. Кстати, фильм «Охотники за привидением» всем советую. Мы смотрели, купили лицензию. И смотрели... Даже не буду рекламировать, где. Смотрели лицензию. Так, дальше у нас фигурки дракон «Кидди Дрифт» 143 рубля 99 копеек. Это в моем магните у дома. Сзади, видите, видно, кто там находится внутри. Королевский дракон. Они еще разные тут нарисованы. Типа, какие драконы бывают. Но я уже вижу, что у нас синий дракон, так что это дракон «Дождя». Нам выпадает дракон «Дождя». Можно так легко собрать всю коллекцию, потому что вы видите, что сзади находится. Подписчики пишут, что качество всем понравилось. Я такого дракона вспомнил. Я уже снимал их. В Ашане я их покупал. Только они были, по-моему, по-другому чуть-чуть. Сделано это было по-другому. Так, голову сюда. Так, хвостик. Хвостик сюда. Покруче драконы были, по-моему, у «Сбабам» или у «Диагостиния». У них были драконы, знаете, такие костяные. Вот я тоже снимал распаковку. Вот там было круто. Так, ножки. Ножки помощнее. А передние ножки послабее чуть-чуть. Слушай, качество реально лучше. Мне кажется, эти как-то получше качество. Они такие, знаете, краска вроде не цепляется особо. Руки. Так, и крылья вот сюда. Мы фигачиваем. Опа. Опа. О-о-о. Ну, слушай, у нас получается шикарный дракониус. Мне очень понравился. Да, 150 рублей они точно стоят. Опять же, для тех, кто любит фэнтези и всяких драконов, можно поставить себе на полочку. Но, опять же, это не супер качественная игрушка. Ну, такая, знаете, на ощупь не особо приятная. И это, да, это дракон дождя нам выпадает. Вот он. Видите? Вот такой. У него, видите, какой гребень сплошной. Так, ладно. Дальше. Все, все, что самое интересное, я вам показал. Далее, безусловно, многие из моих подписчиков любят SuperZings, но я думаю, 220 рублей за один пакетик это дороговато. По-моему, на Озон они стоят дешевле. Кодовое слово на Озон, не забывайте. Вводите мое кодовое слово, получайте бонусы. Так, давайте открою. Как ты открываешься? Там в Озон для новых пользователей 300 бонусных рублей, для старых пользователей там миллион скидок всяких категорий. Скоро на влоговом канале выйдет еще тест товаров с Озон для еды, короче, по продуктам питания. Так, вот коллекционная бумажка SuperZings. Они бывают редкие, суперредкие и обычные. Сейчас мы посмотрим, кто нам выпадает. Нам выпадает вот такой красный домик. То есть это именно... Можно купить просто SuperZings'ов, а бывают они в домиках, поэтому он стоит чуть-чуть подороже. Видите, это такой домик. По-моему, дверь тоже должна открываться. Не, не открывается. Но домик выглядит красиво, симпатично, с пропеллерами. Это пин! Точно, это домик пина из смешариков. Открываем вот так чик, и у нас выстреливает. Ладно. Странно, что у нас так открылось. А дверь не открывается? Нет, дверь не открывается. Может, откроешься? Ну, пожалуйста. А, дверь сдвигается, оказывается, в сторону. Смотрите, да. Дверь открывается, просто она сдвигается в сторону, и там вот такой чувачок. Слушай, ладно, а починить мы его сможем? Почему-то сломался вообще. То есть он как и мусорка может работать. И может как дверь работать. Классно. И нам выпадает сотовый телефон-супергерой. Да, это мобилка. Такая, знаете, Motorola. Одна из первых. Тут у нас, видите, можно перезагрузить его через плащ. Можно открыть батарейки. Или это какой-то пибой. Ну, по-моему, у него M написано вверху. Это, скорее всего, Motorola какая-то древняя. Итак, красный телефон Motorola. Кто это у нас? Давайте посмотрим. Вот она, коллекционная бумажка. Ищу. Ищу, ищу. Запутать хочу. Ничего не получается. Редкий у меня есть. У меня есть магнитный. Кстати, надо собрать свою коллекцию. Они у меня на полочке стоят. Надо найти. О, у нас Zapper 0.27. У него есть ещё 0.28. Его редкая разновидность, где он зелёный. Но у нас он красного цвета. Это, я так понимаю, Zapper обычный. То есть, он никакой не редкий. Не редкий. Нередкий. А где редкость написано? Непонятно. Ну, они отмечены. Редкие они отмечены. Да, он редкий. Значит, у нас обычный. И он из команды зелёных. Они, видите, есть команда красных, есть команда зелёных. Есть команда воздух какая-то. Ищи фигурку ультраредкая Enigma. Enigma ультраредкая. Супередкие золотые. Они у меня тоже такие есть. Мне подписчики присылали. Ладно, классная фигурка. Смотрите, ещё классно, что можно его сюда поставить. И закрываем. То есть, это мусорный бак. Выкинули телефон. Давайте теперь посмотрим ещё... Я, по-моему, никогда не снимал Enchanchable Sweetbox. Возможно, нам попадётся сегодня какая-нибудь суперредкая. Оказывается, там внутри могут быть как отдельно питомцы, так и отдельно девочки вот эти Enchanchable. Если хотите, я могу снять большую распаковку на Enchanchable. Раскрою вам тайну. Я сейчас готовлю это Герои в масках большую распаковку. Я покупаю по магазинам ещё разные игрушки по выгодным ценам. Хочу, чтобы был огромный-огромный набор. Ну, распаковка на все категории товаров. От роботов до машинок и так далее. Здесь у нас, как всегда, мармеладки. Это нам неинтересно. Мы не кулинарное шоу. Мы сегодня будем открывать пакеты. Судя по всему, это какое-то животное. Да. Это животное. Вау, это то, чего я хотел. Это коровка. Слушай, я рад. Я рад. Я рад, что это коровка. Я никогда не смотрел Enchanchables, но мне кажется, что это реально девочки, которые превращаются в животных. Или это девочки-звери? Или это... Корова превратится... Напишите в комментариях, корова превратится в девочку или нет. Если нет, то это печально. Enchanchimals, встречайте продолжение коллекции Enchanchimals. Клуб стал больше. Знакомьтесь с новыми волшебными подружками и любимыми зверюшками. Собери друзей вместе. Вот она вся коллекция здесь нарисована. И кто нам выпадает? Кейли, Му и Кёрдл. Активные непоседы, которые вдохновляют других и самые захватывающие приключения. Вот про них описание. Непонятно. А, это получается девочка и корова, её подружка. Правильно понимаю? Всё. Значит, правильно понимаю. Ладно. Теперь давайте посмотрим на свитбокс 44 котёнка здесь. Блин, зря я их купил. Это здесь будут вот такие фигурки. То есть, это даже не будет... Это просто фигурки с подставками? 10 игрушек, собери всех. Нет! Это дешманские фигурки. Это не свитбокс. Это подделка. Playme, это точно. Это не свитбокс. Нет! Так, ну там есть... Что это? Витамин С. Что это такое? Вот это витамин С. Вот это я понимаю. Вот такая же леха. Не надо мне витаминов. Магнитный пазл. То есть, там ещё есть внутри магнитный пазл. И можно из нескольких магнитных пазлов собрать игру магнитную. Кидать в кубик, ходить и играть. То есть, можно собрать всю коллекцию пазлов. Ладно. И открываю. Ой, как пахнет. Слушай, эта мармеладка очень пахнет хорошо. Как аккуратно. Надо не подрезать кота. Я уже чувствую на ощупь. Не кастрировать кота главное. О, а мы по не кастрировали. Это, по-моему, девочка, да? Это же девочка. Вот такая девочка. Припевочка. Она выпадает. Сделано качественно, но всё-таки хотелось бы фигурку, а не вот эта. Ну ладно, нормально. Так, давайте посмотрим, кто это. У нас тут целая коллекционная... Это Миледи. Нам выпадает Миледи. Забавные зорные котята. Вот она, Миледи. Да, это она? Да. Миледи поёт и играет на бас-гитаре в группе Кис-Кис-Коты. Хорошо, что не в группе Кис-Кис. Она всегда готова прийти на помощь, используя навыки боевых искусств. Особая сила её меха становится розовым, когда кто-то говорит неправду. О, это детектор лжи. Миледи детектор лжи. Давайте пролистаю всех остальных. Вот можете посмотреть, кто тут есть. Весёлый, помоги... Тут даже есть игры. Весёлые котята готовы к поступлению. Поставь правильно озорных. Ага. Ничего себе. Короче, игрушка так себе, но здесь много приколюшек. То есть и магнитный пазл. Нет, своих денег это стоит. По-моему, я их покупал недорого. Нормально. Давайте теперь посмотрим уже на Sweetbox. Это же Sweetbox? Это тоже Playme. Это тоже Playme. И, кстати, у меня есть вот такой лев. По-моему, я уже показывал их. Мне кажется, обезьяна тут самая прикольная. 149 рублей. Ну-ка. Вот это, мне кажется, сейчас будет получше. А, здесь пакет. Он дешевле, и там нет никаких мармеладок. Просто фигурка, да, за счёт того, что здесь пакет. Что такое? У меня пальцы устали. Ой, какой он приятный на ощупь. Ребята, подставок нету, да ничего нету. Просто... Ой, какой он мягенький, ребята. Он вообще офигенный. У него такие глаза. У него такие глаза. Вы посмотрите, это гепард. Очень красивый гепардик. Мне нравится, слушайте. Даже своих денег стоит за 150 рублей. Очень милая зверюха. Вот так купишь дочке. Она такая откроет. Такая, вау, папа. И будет с ним там сидеть, играться. Ля-ля-ля-ля. Так, теперь щенячий патруль. Книжка-раскраска. А, всё, я понял. Всё то же самое, что плейми. То же самое, что я до этого открывал. 44 котёнка. Только теперь щенячий патруль. Конфета здесь точно такая же. Так, тут щенячий патруль. Здесь магнитный пазл в щенячий патруль, видите. Вот тут нужно собрать их всех. Кидаете, ходите, как обычно. И давайте смотреть, кто же нам там выйдет. Выйдет. Выходи. Райдер зовёт. О, это самый популярный щенок. Кто это? Это райдер, по-моему. О, копы. Это копы, это шериф. Шериф вот такой красивый. Опять же, качественно всё сделано, но печально, что это не фигурка. Почему они не сделали такие барх... Представляете, бархатный щенячий патруль внутри. Это было бы шикарно. Так, бумажка. Нам выпадает гонщик, да. Вау, книга-раскраска щенячий патруль. Слушайте, реально, маршал. Можно раскрасить их. Эверест. Скай. Зума, Рокки. Гонщик. Полицейский. Очень умный. Все делает по закону. Лидер команды спасателей. В рюкзачке у гонщика есть мегафон. Прожектор и сетка для ловли в шеи. Ему знакомы все дороги. Он может быстро прибыть в пункт назначения. У него отличный нюх. Может разгадать любую тайну. Слушай, классно. Гонщик зачетный. И в конце большая раскраска щенячий патруль. Неплохо. Да вообще неплохо. Ладно. Ладно. За эти деньги нормально. И последнее. Это Sweetbox. 132 рубля. Коллекционные игрушки-бегемотики. Неужели это те самые бегемотики из киндеров? Очень похоже на бегемотиков из киндеров. Вы же знаете историю бегемотиков из киндеров? Что это был мультик. Потом он стал настолько популярным, что сделали по ним фигурки для киндер-сюприза. Так, здесь, так понимаю, опять же, вот эти пакеты, они отличаются тем, что там просто игрушка и все. Ну, по-моему, коллекционную бумажку я вижу там. Да. Есть. Вау, ребята. Это прям бегемот из... Ну, погоди, который волка спустил по этому, по экскаватору. Слушай, офигенные фигурки. Я бы хотел собрать всю коллекцию. Вот это первое место для меня сегодня. Мне очень понравилось. Бегемот вообще топ. Просто топ. Топов зе топ. Так, бегемотики. Вот, дружная команда забавных бегемотиков. Каждая из них познакомилась с интересной профессией. Кто-то вкусно готовит, помогает другим, красиво танцует, занимается спортом и ставит рекорды. А кто-то пишет интересные статьи о путешествиях и обучает разным наукам. Подружись со всеми, собери всю коллекцию. Вот, ребята, кто вам нравится, кто вам ближе. Пловец, поваренок, атлет, путешественник, профессор, доктор или балерина. Видите, для любого ребенка, мне кажется, найдется вот любимый персонаж. Атлет, кстати, классно выглядит. Почему он темный? Почему он черный? Что такое? Почему эти бегемоты желтые? Нам выпадает бегемот-путешественник Марко. Привет, я журналист-путешественник. Люблю писать статьи о достопримечательных составе. Много путеводителей по разным местам. Веду свой блог, мечтаю отправиться в круглосветное путешествие. Слушайте, он мне напоминает этого. Я забыл, как его зовут, журналист. В ТикТоке он постоянно выпадается. Где он там в Африке, там во всяких там... Их там чуть ли цыганы не обворовали. Забыл. Такой экстремальный журналист. Не путевые заметки, а по-другому называется, типа... Не, не помню. Он там то там с самоубийцами общается, то там лезет на какую-то гору, то на Эверест. Короче, экстремал самый настоящий. Крутой журналист, по-моему, из Украины. Да, это украинский журналист. Украина, привет, у вас классные блогеры. Вот. Все блогеры у вас классные, кстати, на удивление. Слушайте, много классных блогеров из Украины. Я никак об этом не задумался. Особенно путешественники. Итак, смотрим. И расставляем места. Кто круче всех? Мне, вот серьезно, Бегемотик понравился больше всех. Вот, Бегемотик первое место. Второе место Охотники за привидениями. Третье место Супер Зинкс. Четвертое место это вот этот бархатный. Пятое место это Дракон. Шестое вот это корова. Ну вот эти на последнем месте. Вот это мой топ из магазина Магнит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач. Всем пока, до новых встреч. Пишите в комментариях, в каком магазине мне купить все сюрпризы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok